Пацаны, перед просмотром этого видео я хочу попросить вас поставить его на паузу и написать в комментарии, какое самое очевидное преимущество дает тебе самокат. То бишь, какой лайфхак, на твой взгляд, самый важный. И, возможно, он будет в этом видео, а, возможно, и нет. Посмотрим. Я постараюсь расположить лайфхаки от самых очевидных к менее очевидным, поэтому обязательно смотрите видео до конца, самые интересные лайфхаки будут в конце. И даже не думай перематывать. Ты, я тебя насквозь вижу, не думай перематывать. В любом случае, мне очень интересно почитать ваши комментарии. Я стараюсь читать абсолютно все комментарии и отвечать на самые интересные из них. Поэтому, погнали. Капец, народовские кладки. Что там у тебя? А что, ты так самокат оставляешь? А что с ним будет? Так украдут. Так кто его украдет? Доволен? Да ладно, на Е-каталоге новый закажу. Тем более, что специально для тебя я составил список самокатов на Е-каталоге. Выбирай понравившуюся модель, удобно смотри характеристики и сравнивай с другими самокатами, как на ладони. Обязательно отслеживай динамику цен, чтобы знать, когда производители повышают или понижают цены. Мой список доступен в Украине, России и Казахстане, поэтому переходи по ссылке в описании и выбирай лучше. Так, сегодня будет такое необычное видео. Мы будем говорить про лайфхаки. Да я не с тобой общаюсь. Нужен ты мне тысячи лет. Мы будем облегчать жизнь самокатерам и самокатам имущим. И самокатам неимущим жизнь облегчать не будем. Короче, не буду тянуть. Мы отобрали для вас парочку лайфхаков. И сейчас расскажу, как с помощью самоката вы можете буквально хакнуть систему, облегчить себе жизнь. Первый лайфхак. Абсолютно все его знают. Он связан с катанием. Артем, слушай, есть парафин? Нет, нет. Говорит, что ты за товарищ такой, а? Чуваки, есть парафин? Чуваки, страшно замотал. И нафига ты свечку с собой носишь? Короче, вот этот вот парафин, он нужен для чего? Скользить. Скользить. Грани мазать, чистить. Вот. Делается очень просто. Вы натираете самокат. В стриту можете натирать грани. В парке лучше не надо грани. Натирать считается не очень правильное движение. А, держи. Если вы жлоб. Спонсор этого видео, мерч жлобы, который мы еще не запустили. И еще не знаем, будем ли запускать, потому что денег жалко. То можете использовать мыло, либо что еще можно? Самая обычная свеча. Такая-то не самая обычная свеча. Скажем про то, что из церкви можно, да? Мы этого не говорили. Ну, давайте пару скольжений тогда. на парафининых. Запишем. Ой-ой-ой-ой. Мобилка твоя. Она разбилась? Она такая была, да? Не-не-не. Нет? Так она целая была? Не, да, она была целая. Вот видишь, только одна отрезка была. Твою мааааа. Нет, это именно вот... Знаешь, лайфхак, там, наверное, заключается, чтобы не носить телефон просто в кармане. Особенно на вращениях. Блин, слышай. Повыкладывали все, да? У меня просто вот такой чехол на мобиле, поэтому мне не страшно. Типа, он, ну, падает, дай боже. Но я думаю, мне все равно Галима везет, что он не разбился еще до сих пор. Артемико? Ну, тоже не со скольжениями была история. От вены. О-о-о-о. Хорош. Куда дальше ехать? Фаналя вот туда наверх. Там должны быть пара схватиками просто. Полетели. Блин, у меня вот не покидает ощущение, что мы, наверное, последний раз в такую хорошую погоду катаемся. Не, говорили, что будет там по билету. Ночью уже минус будет. Короче, вот там такая заманчивая подворотня. Мы просто подраться хотим с кем-то, поэтому пойдем туда. Так что, пацаны, тут драться будем? Не, ну асфальт здесь хорош, что по флот катать. И, я не знаю, вот в ту штуку дробь слабо сделать. Что ты сделаешь? Ну, попробуй. Давай. Прикольный с там гипсокартонная стена. И он просто уйдет в нее так плавно. Ого. Ого. Хорош. Артемико? Есть. Ого. Хорош. Да нет, все, расслабляйтесь. Поехали, наверное, дальше. Но сначала покажу вам еще один лайфхак. Что за звуки, пацаны? Короче, упал у вас самокат. И как не просто с максимальным позером в скейтпарке, например, или при людях поднял самокат? Пацаны, давайте по самому модному методу поднять самокат. Ну, не повторяй столько. Ну, один есть. Ну-ка. Я все на воздух. А. Ого. Ни разу не позер. Докажи. По лицу можно дать самокатом. Вот так, да. Что, еще раз сделаешь с флипом? В стекло не попади. Спасибо. Просто шикарно. Короче, 50 на 50 способ. Словите, будете крутые. Не славите, не будете. Так, и от меня надо еще какой-то один способ. Ну, типа, если он вот так лежит, то можно впрыгнуть в него. Типа вот так. Ну, что-то такое, да. О, можно, кстати, ссору сделать в натуре. Вот так вот. И все. И унести его. Ссору, кто не понял, вот нажимаете в область комута, подпрыгивает доска. И вы берете ее просто. Пацаны, не страдайте фигней. Вот так вот на колесо надавили, если квадратный дроп. Если дропа не квадратная, ты что вы вообще делаете в этой жизни? Если дропа не квадратный, вот так вот на досочку аккуратно. На колесо удобнее. Что, поехали дальше. Смотри, какая Америка просто. Вообще, что за Америка, типа, вот что. Та ты шо, пацаны. Не верю своим глазам. Зацените. Дренаж по цепи пустили. Ого, прикинь, перилку, а или рейлрайт. С поворотом. И на бэкфлик. Не, ну спот такой, слышишь, живописный. С виноградами. Давай майнул твою по кругу, пихнем. Потому что за него у нас точно, ну, медленнее выгонят. О, да ты науз майнул по кругу сделаешь. Дурной. Ну-ка, посмотри, а он разворачивается, корресом, а наузмену или нет? Не разворачивается, слышишь? Может, так, может, не знает он лайфхака следующего. Ого. Слушай, ну красиво. Ой, дура. Погоди, у меня есть один вопрос по поводу наузмену. Почему ты не разворачиваешь руль на 180? Потому что я уже про, ради. То есть ты умеешь. А вообще, а стоит, вот скажи? Не знаю, я пытался, когда учился, но мне не понравилось. Как-то слишком надо мало переклоняться. То есть ты любишь так, чтобы нырнуть? Да, 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 я просто перед этим на бэме катал. А, ну все, все, тогда не продолжай. Все понятно, ни слова больше. Йоу. Вообще, максимально. Так, пацаны, следующий лайфхак, как вы уже поняли, связан с разворотом руля на 180. Нужно буквально в трех случаях. Первый случай, когда учимся ездить без рук на самокате. Что ты покажешь? Я без конечного будет. Погнали отсюда, побыстрому. Я слышал, до сих пор ездить. Второе, это когда учимся хэнк файв делать, тоже максимально помогает. Третье, это ну типа когда ноузмену, но тут на вкус и цвет. То есть вилка, она имеет offset. То есть вот этот вот угол, под которым у вас как бы выпирает колесо. Если сверху посмотреть, то очень хорошо видно, что вот так у меня колесо больше выпирает, так меньше. Соответственно, у вилки есть определенный offset. Есть вилки с нулевым offset, где колесо находится ровно вот так вот и выпирает одинаково с двух сторон. Там разворачивать руль не надо. На любых других вилках, на которых есть offset, проще иногда развернуть руль. Тогда он будет проще опрокинуть самокат в баланс. Но это опять же на вкус и цвет. Если вы уже хорошо чувствуете баланс, то можете в принципе не разворачивать. Точно, чуть не забыл. Так, типы, быстренько. Стоп, это отмена. Типы, быстренько. Выбирайте. Вот такие стикер-паки, вот такие наждаки, вот такие вот футболки. Можно купить в России, Белоруссии, Украине. Ссылка в описании. Самый лучший способ поддержать канал на данный момент. Прикольно, мы буквально 100 метров отъехали от Майдана и уже два таких, но более или менее места нашли. Ну, не полноценных спорта, но хоть что-то. О, походу нашли, да? Ну, понял, по этой разогнаться и на перилу. Ой, ёй, ёй, чувак, ты посмотри. Блин, на найму до шеи, как будто он так на нее запрыгивает. Сильно высокая. Ого, а как? А как ты увез, я не понял. Ого, хорош. Наши, после нефорки по маму. Добрый год. Я в натуре отломал бы злипковки. Средняя? Да, я тебе кулак ду. Нормально, нормально. Что, дальше? Да, пойдем дальше. Так, следующий лайфхак. Пацаны, я не специально. Не, ну давайте дадим шанс, посмотрим как-то. Ну, там земля, но типа... Ну, это хорновая штука, реально. Смешно то, что это, ну, каждый реально 10 метров мы останавливаемся. Пацаны, я знаю, что вы ждете следующий лайфхак, но я расскажу его, как только мы закончим снимать на этом споте. Чувак, такая жесткая пирамида, слышишь? Как тебе пирамида? Короче, спот прикольный, но асфальта нет. Слушай, у меня идея здесь. Стримблок лежит, ничей. Давай его заберем. Давайте блоку украдем вот этот. Ну и кто, у тебя рюкзак с собой? Никто не заберетит. Вот, смотри, маленькая гранька есть, железная. Микрофифти. Рассказываю следующий лайфхак. Как останавливаться на самокате? Один из самых полезных. Если скорость реально большая, покажи, как ты тормозишь. Вот так. Он делает слайды. Ты как? Короче, показываю самый классный лайфхак. Я его совершенно недавно для себя открыл, очень активно пользуюсь. Тормозить надо передней ногой, создавая давление, как бы, вот так вот. Пацаны, зацените вот эту движуху. Знаешь, что так может тормозить? Я как бы ставлю заднюю ногу вот так, и к ней вот так вот ставлю переднюю. Вот, да. Ну, в общем-то, и вся суть. Вот, это очень хорошо останавливает, то есть, когда вы следующим образом тормозите. Но надо, чтобы асфальт был гладкий. Потому что, если словите вот этой ногой какой-то камушек, то все. В принципе, мама будет цветы носить раз в год. То воскресенье сегодня, да? Блин, туристов куча просто. Но круто, круто. Мне нравится то, что город живой. Вообще, очень приятно по нему гулять. Смотреть на всю эту историю. Он, чувака, стул какой, а? Промодельный. Что-то, подожди, пацаны, потерялись. А, не, не потерялись. Нормально. Они просто никогда, кроме Гонзы, нигде не катались. Я с них переживаю. О, вот это она, да. Вот тот спот, так спот. Ну что, все, ну, ноузмен, Оля. Ну, что вы, давайте бы парить трюк. И дальше войдем. Я как-то видел, как вот тут пьяный мужик, короче, срался с женой, которая с этого балкона за него орала. Вообще, такое зрелище. 10 из 10 ставлю, как будто украинский сериал посмотрел. Ой. Там был гребчик? Не по ту сторону выбран. Да, не там, гребчик? Сменуал. Сменуал. Так что, будет менуал, ноузмену? Да ты шо, красота. Да, не так говорят себе предложение, братья. Спонсорская. О, о, мусорка, поехали. Короче. Что вы тут нашли? Хотим бы туда, вот, просто. О, гудурная. И куда? И туда на лестнину, на... О, мне кажется, ты не долетишь. Тихо, молоти, пока он ничего не заподобляет. Не отговаривай его. Не вообще, и так, блин, 6,5. Вообще, жесть. Что-то страшные дела придумал. Ага. О, слушай, а как это это, ну... А, ну, в принципе, возможно. Блин, ну страшная тема, реально страшная. Итак, пацаны, последний лайфхак, он максимально жлобский. Это даже совокупность лайфхаков, прям их несколько. Но я вам их сейчас не скажу. Скажу потом, когда мы на этом споте закончим. Поэтому обязательно смотрите видео до конца. А че? Божди, а? Горная. Так, а шиш. Ай. Коза. Ну-ка, за. О, слушай, так нормальный спот, походу. Можно на трешку. Слушай, а давай козу украдим. У тебя рюкзак же с собой есть. Прикинь, новость потом будет в паблике, какого-нибудь два дебила на самокатах козу украли. И видео, как мы с ней бежим. Блин, вообще спот, кстати, отменный. Можно еще знать, что просто ДС на нем, типа, сделать. И так далее. Артем, давай ДС. Так, пацаны, надо по одному жлобскому лайфхаку для моих подписчиков выдать, я считаю. Есть идеи. Можно менять колеса местами, чтобы не покупать новые. Суть в чем, заднее колесо скатывается быстрее, чем переднее. Почему? Потому что ты менуалов больше делаешь. Менуалов, те же слайды какие-то. Я думаю, потому что на него больше веса приходится, когда ты стоишь на самокате. Но смысл в том, что да, не забывайте менять колеса. Это норма тема. Но это такое, это не жлобство. Это, типа, нормально, рациональный подход. Что брать как жлобство? Грипсы у нас стираются где? У кого стерты грипсы? Посмотри, вот это стертое. Что ты там рассказываешь? Вот это остановишься. Грипсы стираются вот здесь вот, со внутренней стороны. Соответственно, что мы делаем? Мы их снимаем, переворачиваем и одеваем обратно. Если вот с двух сторон стерты, можно вот сюда изоленты напихать. Любые грипсы можно минимум в три раза дольше, чем вы думаете использовать. Три жизни. Ну, на самом деле, конечно, не забывайте своевременно менять расходники. Третий жлобский лайфхак, наверное, последний на сегодня, проспонсирован нашим специальным брендом жлобы, на который у нас нет денег, потому что мы не хотим на него тратить деньги. Ну, вот, например, хороший пример. У тебя было два наждака, ни одного из них не хватает, чтобы полностью поклеить доску. Вот так вот. Если у вас, короче, палуба 6,0, это 6,0, да? Это 6,5. 6,5. Если у вас палуба 6,5 или 6,0, вам не хватает наждака, то вот ваше решение. Причем можно просто прямоугольников нарезать, можно просто даже обрезков нарезать, оно все будет держать и иногда даже будет хорошо выглядеть. Поэтому комбинируйте, креативьте. Поехали, пацаны, что вы стали? В этом случае недостаточно просто быть жлобом, надо проявить креативность. Так, ну что, мы приехали на последний спот, и по этому поводу я дам вам последний лайфхак на сегодня. Он не будет связан с трюками, он не будет связан с обслуживанием самокатов, но смотрите, вот это рюкзак. Предположим, он очень тяжелый, у вас в нем много учебников или что вы там носите в рюкзаке. Я обычно ношу ноутбук, поэтому рюкзак реально тяжелый. Если мне надо куда-то далеко добраться на самокате, я просто вешаю его на руль следующим образом. Вот так вот к себе. И вот так вот петляюсь с рюкзаком на руле. Это реально очень годный лайфхак, пацаны. На мой взгляд, один, наверное, из самых полезных в этом видео, поэтому я специально оставил его на конец. Спина, вообще сдыхает спина, если с рюкзаком кататься. А так ты его повесил и все, балдеешь. Я ж ты думал, ты на самом краешке будешь делать. Поехали, поехали, поехали. Пацаны, вот такой вот набор лайфхаков. Я надеюсь, кому-то из вас он был хоть одному человеку полезен. Тебе был полезен? Да, конечно. Во, и там, пацаны, я вижу, что был полезен, отсюда вижу. Я надеюсь, что даже опытные райдеры, которые меня смотрят, открыли для себя хотя бы один лайфхак из этого видоса. А мы будем заканчивать. На это все спасибо. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте. Обязательно пишите, какие лайфхаки мы забыли. И пока. Ой, у него надо листья на сайте. Так, кстати, он хавает. Здоров. Пушка вообще. Субтитры сделал DimaTorzok